Был такой ученый из Египта, из-за ученых Мисра, Аллейф ибн Табит, Аллейф ибн Табит. Зар Аль-Харам, Ал-Каддарс, ثума قال. Имам Шафия говорит, я пришел в 13-летнем возрасте, в мечеть Аль-Харам, слушал урок Аллейфа ибн Табита. После урока он сказал, обратился к людям и сказал, я, айюханнас, о люди, атиарифуна махи азбаб фуркати хадил умма, о люди, знаете, почему на сегодняшний день есть разногласия, есть разделение в этой умме. Инна асбаба фуркати хадил умма, аннахум ихталафу фил лугатил арабия. То есть разделение этой уммы в том, что они разногласят в области арабского языка. То есть один на одном наречии говорит, другой на одном диалекте, кто-то не знает правила арабского языка. Валлахи ман яти яджмаю бейна тафсири вал хадиифи вал луга, ла яджмаю Аллаху биги лумма. Клянусь Аллахом, Аллейф ибн Табит говорит. То, кто будет хорошо знать арабский язык, тафсир, хадис, вот эти три вещи вместе соберет, Аллах посредством нее соберет эту умму, эту общину. Имам Шафи говорит, здесь я вспомнил маму, когда мне было три годика, когда она мне сказала, о, сыночек, я хочу, чтобы посредством тебя Аллах собрал, объединил эту общину. Потом он пришел к своей маме с ней советоваться и сказал, мама, я вот такой-такой-то урок слышал, Аллейф ибн Табит так-то, так-то сказал, я хочу изучать арабский язык, то есть грамматику, красноречие. Тогда мама ему сказала, хорошо, говорит, но где можно изучать арабский язык? Фи Сахара. То есть обычно даже на сегодняшний день кто-то язык свой хочет учить, правильный, литературный, но куда едет? В деревню, правильно? Там дедушки, бабушки, хорошо знают. В арте нужно поехать в пустыню. Также Аллах говорит, то есть касательно арабского языка, то есть знания, обладая знаниями, те, кто могут выводить оттуда какие-то хукмы, какие-то вещи, то есть какие-то халали или харам. Однако без арабского языка это невозможно. Например, Аллах говорит в сурате Юсуф, не приближайтесь к женщинам, пока они не очистятся, а когда они очистятся, то есть разница между это когда у них закончится их цикл. Татахарна не когда закончится цикл, а когда возьмут они полное мовение. То есть вот эти тонкости арабского языка, чтобы понять Кур'ан, Сунну, нужно изучать хорошо арабский язык, грамматику. И тогда его мама сказала, пойдешь в такую-то пустыню, Кабиля Гудейль. Есть такой клан Гудейль. Они были именно грамотными в области арабского языка, хорошо знали арабский язык, литературный язык. То есть даже если посмотреть в историю, были ученые, не арабы, которые лучше знали арабский язык, чем арабы. Например, такой был ученый Сибауэй. Слышали о таком ученом. В Тарисе был перс. Он был А'джами, но однако он лучше знал арабский язык, чем его современники арабы. Даже один из его современников сказал, говорит, нужно пойти, говорит, к Сибауэй домой и посоревноваться с ним, кто лучше арабский язык знает. То есть он иностранец, он нас обучает арабскому языку. Пошел к нему домой, постучался в дверь. Открыл его дочка в пятилетнем возрасте. Пять лет ей. Спросил он у нее, где твой папа? Смотрите, как он ответил. Она ответила в такой стихотворной, в красноязычной такой форме. То есть братья у нас арабы, тут тоже среди нас есть, но она в таком чистом, красноречивом, стихотворной форме сказала, То есть имеется в виду, То есть отец мой пошел в пустыню для того, чтобы на охоту, чтобы принести добычу. И когда наступит темнота, то тогда он уже как бы вернется домой. Но она сказала такими этими словами, этот араб ничего не понял, он сказал, Если дочка пятилетняя у Сибауэй такая, тогда какой сам Сибауэй?